Мозорский нефтеперерабатывающий появился через 30 лет после Великой Победы. Но страницы заводской истории также связаны с Отечественной войной. Через сотрудников, которые стали живыми свидетелями тех страшных событий, а в мирное время трудились на благо предприятия. Цветы и памятные подарки сегодня почетному нефтепереработчику, ветерану труда Юрию Владимировичу Бабанову. Уроженец Ленинграда в 1941 ему было всего 4. В осажденном немцами городе семья держалась год. А вот воспоминания пронес через всю жизнь. Я, естественно, был ребенком, уроженец, и оказался жительным блокадом Ленинграда. Когда началась война, значит, мне было 4 года. Эвакуировали в конце 1942 года после смерти отца. Отец старший, мастер 48-го цеха завода «Большевик» умер в конце июля 1942 года, после чего нас эвакуировали. Эвакуации находились до 1945 года. 1943 по 1945 год в Иркутской области станции Аяш. В 1945 вернулись к родственникам в город Калинин, где и проживали у родственников. Закончил школу в 1952 году. Сегодня в свои почти 83 ветеран завода сохраняет все ту же активную жизненную позицию, не забывая о родном предприятии. Для поляского нефтегиганта забота о ветеранах – дело чести. На нашем заводе работало много ветеранов Великой Отечественной войны. Было 40 человек. Сегодня у нас только Юрий Владимирович Бабанов присутствовал. Здесь он блокадник Ленинграда. Он тогда был малолетним ребенком. Но и мы, конечно, чтим память всех тех, не только наших ветеранов, которые работали, которых уже нет, но и всех тех, кто принимал участие в войне. Мы всячески оказываем помощь. И всегда на празднике, в канун Победы, Дня Победы, в канун других государственных праздников мы их всех поздравляем. Мы им оказываем материальную поддержку. И, конечно, наша молодежь всегда с ними встречалась и сейчас встречается. Это люди, которые всегда имели такую активную жизненную позицию. И они очень много времени уделяли воспитанию подрастающего поколения. Слова важности памяти связи поколений в эти дни прозвучат еще не раз. 75-ю годовщину Победы встретит совсем небольшое количество ветеранов и участников событий 41-45-го. Но каждый из них обязательно скажет, главное, чтобы не было войны. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин, Телеканал Мозырь.